Математика Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке математики. Тема урока – решение задач на движение вдогонку. Математика повсюду, глазом только поведёшь, и примеров сразу уйму ты вокруг себя найдёшь. Каждый день, вставая бодро, начинаешь ты решать идти тихо или быстро, чтобы в класс не опоздать. Сегодня ты будешь решать задачи на движение вдогонку с помощью уравнения. Решая задачи на движение, мы сталкиваемся со взаимосвязанными понятиями скорость, время, расстояние. Ребята, давайте рассмотрим схемы движения двух тел. При решении задач на движение вдогонку используем понятие скорость сближения. Скорость сближения равна разности скоростей двух тел. При встречном движении скорость сближения равна сумме скоростей двух тел. Скорость удаления равна сумме скоростей двух тел. Рассмотрим взаимосвязь понятий скорость, время, расстояние при решении задач на движение вдогонку. Расстояние между мотоциклистами 50 километров. Первый движется со скоростью 40 километров в час. Второй 50 километров в час. Через сколько часов второй догонит первого? Изобразим движение мотоциклиста на схеме. Скорость первого мотоциклиста 40 километров в час. Обозначим буквой В1. Скорость второго мотоциклиста 50 километров в час. Обозначим В2. Расстояние между мотоциклистами обозначим С. И оно равно 50 километрам. Через сколько часов второй догонит первого? Чтобы найти, через сколько часов второй догонит первого, надо найти скорость сближения по формуле. Скорость сближения равна 10 километров в час. Зная скорость сближения, можем найти неизвестное время по формуле. Мы нашли неизвестное время. Пять часов. Ответ. Через 5 часов второй мотоциклист догонит первого. Переходим к следующей задаче. Расстояние между автомобилем и автобусом 60 километров. Автомобиль движется со скоростью 70 километров в час. Автобус 50 километров в час. Через сколько часов автомобиль догонит автобус? Если они будут двигаться с такой же скоростью. При решении задачи уравнением надо определить вопрос задачи и обозначить неизвестным числом х. 70 умноженное на х расстояние автомобиля. 50 умноженное на х плюс 60 расстояние автобуса. Получим следующее уравнение. Х равен 3. Ответ. Через 3 часа автомобиль догонит автобус, если они будут двигаться с такой же скоростью. Переходим к следующему заданию. Рассмотри график движения Армана и Светы. Движение Армана обозначим в синей линии. Движение Светы – красной линии. Арман за 2 минуты прошёл расстояние 300 метров. Чтобы найти скорость Армана, надо расстояние разделить на время. 300 разделить на 2 – получим 150 метров в минуту. Следующие 3 минуты Арман отдыхал. Света начала движение на 5 минут позже. За 2 минуты она прошла 500 метров. Чтобы найти скорость Светы надо 500 разделить на 2 – получим 250 метров в минуту. От 7 минут до 12 минут Света отдыхала. Ребята, открываем учебник. На странице 31 работаем над задачей под номером 8. Предлагаю решить задачу разными способами. Спасибо за работу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова